В прямом эфире репортера новости в студии. Для вас работает Алексей Майоров. Здравствуйте. Во дворе дома номер один на улице Еврейская загорелась газовая труба. До приезда специализированной службы местные жители пытались потушить огонь самостоятельно. Из-за возгорания от подачи газа был отключен весь квартал. У нас старые ворота там дубовые. Они воспламенились от загорания этой трубы. Был сильный поток газа. Мы затушили. Нам удалось затушить эту дверь мокрыми тряпками. Мы считаем, что это не само возгорание, потому что газа никакого не было ни вчера, ни сегодня утром. Я выходил сегодня утром тоже где-то за час до этого. Версия местных жителей одна – поджог. Об этом свидетельствуют части разобранной трубы. Люди уверены, дом мешает компании-застройщику, которая планирует возведение нескольких многоэтажек на месте бывшей чайной фабрики. В свете того, что мы в последнее время начали бороться с застройщиками, которые собираются уничтожать здесь старую Одессу, уничтожать наш дом. Из-за этой строки уничтожаются здесь строить с паркингами, высотные дома, вот семь высотных домов на месте чайно-развесочной фабрики. Когда они выкупали чайно-развесочную, она целые сутки горела. Вы видите, в нижней части находится повреждение, механическое повреждение, вырвана часть прокладки, что и послужило причиной такой утечки и, естественно, возгорания, возможности возгорания газовой вот этой мощной струи. То есть доказательства перед вами. За несколько дней до инцидента жители дома обратились в прокуратуру и отправили письма президентам Украины и Израиля. Они жалуются, что 200-летний дом, в котором родился Жаботинский, не выдержит возведения семи высотных домов на этом квартале. В Суворовском районе сотрудники полиции задержали 44-летнего мужчину, который в общественном месте открыл стрельбу из обреза. По предварительным данным, ранее судимый правонарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту, открыто уголовное производство по статье «Незаконное обращение с оружием». Любителю пострелять грозит лишение свободы на срок до семи лет. Сотрудники патрульной полиции задержали сбежавшего арестанта. В пятницу 29-летнего задержанного из СИЗО доставили на обследование в тубдиспансер, откуда ему удалось сбежать. Мужчина проходит подозреваемым в деле о краже. По информации патрульной полиции, уже в субботу около 10 часов вечера правоохранители заметили человека, который вел себя подозрительно и подходил под ориентировку. Сбежавший пытался спрятаться от патрульного автомобиля. На следующий день, во время отработки своих квадратов, патрульные обратили внимание на улице Пестеля, на молодого человека, который подходил по внешним данным, по ориентировке. Увидев патрульный автомобиль, он пытался спрятаться за автомобилями, вел себя сразу заметно, то есть привлек внимание к тому, что ведет себя не совсем адекватно при виде правоохранителей. Патрульные подошли к нему, началась беседа, установили личные данные, установили то, что это действительно тот человек, который находится в розыске по всем приметам и данным. И он был задержан, доставлен в отделение полиции, передан дальше для дальнейшей работы. В Одессе продолжаются капитальные ремонты тротуаров. На пересечении улиц Пушкинской и Большой Арнаутской намерены установить пандусы и тактильные плитки для слабовидящих. Однако ремонт на этом участке затянулся на несколько недель. На аппаратном совещании мэр поручил закончить ремонт в кратчайшие сроки. Ну сколько может там уже стоять эта стройка? Это что там? Такие сложности? Значит, подготовьте материалы, подготовьте работы, начните. Положено за неделю, там технику, сколько там положено сделать? Сделайте за неделю. Вы знаете, что мы раскопали, люди ходят, там и пандуса нет, и плитка вся раз... Вот такое непонятно что, стройка века какая-то, которая уже там более двух недель. В Одесской области ежегодно растет количество желающих усыновить детей, однако из-за юридических проволочек за текущий год новые семьи обрели лишь 132 ребенка. Сейчас на учете находятся 1296 детей, тогда как желающих усыновить насчитывается только 135 человек. Заинтересовать и стимулировать граждан к усыновлению может только специальная программа, уверен губернатор. Диевая программа, чтобы мы действительно нашли те родины, которые готовы усыновлять, чтобы мы разработали механизмы поддержки этих родин. И чтобы, как можно, результатом, главной результат этой программы – «Счастливые дети». Я уверен, что мы сможем разработать эту программу и отменить, в том числе, от недоименных механизмов, которые действовали на протяжении всех лет независимости нашей Украины. Рекордным урожаем отличилась наша область по результатам уборочной кампании. Почти 4 миллиона тонн зерна собрали аграрии области и уже заготовили 150 тысяч тонн для посева будущего урожая. Обсудили чиновники также ситуацию в Нижнеднестровском парке. Сейчас все застройки на территории заповедника остановлены. Архитектурно-строительная инспекция области говорит, что вопрос сноса занимает много времени. Поэтому губернатор пообещал, что обратиться к центральной власти для внесения соответствующих изменений в законодательство. Суть изменений, которые нами разработаны, чтобы это все максимально упростить. И чтобы в случае вот таких несанкционированных действий со стороны тех или иных нерадивых хозяйственников, чтобы мы могли достаточно быстро государству реагировать. Чтобы эта быстрота исчислялась буквально неделями. В случае, если выявлено, с четким распределением обязанностей. Специалисты пообещали, что работы по установлению границ парка будут закончены до конца года. А пока контроль за соблюдением правил рыболовства и строительства в заповедной зоне будет осуществляться на основе действующего плана. По уточненным данным, пожар, произошедший недавно в парке, пришел из Молдовы и охватил 5 гектаров заповедника, а не 300, как сообщали об этом ранее в социальных сетях. Баскетбольный клуб «Бипа» потерпел первое выездное поражение в сезоне. Подопечные Вадима Пудзерея не сумели победить Днепр. Хозяева начали отрыв от одесситов уже в первой четверти 23-16. Перед большим перерывом гости пришли в себя и сравняли счет. Но во второй части игроки «Бипы» остановились. Как результат, уверенная победа Днепра 89-67. Самыми результативными игроками в составе одесситов стали Артамонов, Беликов и Алфеоров. В составе победителей можно отметить Тимофеенко. На его счету 17 очков. Два разных тайма было сегодня. В первой и во второй четверти команда боролась. Показала, что она имеет право на существование. Создавала хорошую конкуренцию. Была и командная игра, и индивидуальная. То есть выполняли те защитные моменты, которые мы разбирали. Во второй половине сбились на индивидуальные действия. Это благодаря хорошей защите Днепра, хорошей сыгранности. Тем моментам, что команда играла Еврокубки уже. То есть она играла на уровне тех команд, которые за любую ошибку наказывают. Таким образом, после трех туров в активе подопечных Пудзарея одна победа, два поражения и пятое место в турнирной таблице. Следующий матч Бипа сыграет 13 октября дома против Запорожья ЗОК. День юриста в Одесской юрокадемии и Международном гуманитарном университете отметили сразу несколькими торжественными событиями. Награждение лучших из лучших представителей этой профессии, чемпионат по футзалу между юридическими ведомствами и множество других мероприятий. Кто победил в соревновании по мини-футболу, расскажет Дмитрий Богомолов. Укрепление духа в коллективе проходит на футбольном поле. В этом убедились игроки 16 команд, представляющих различные юридические ведомства Одесского региона, которые собрались в спорткомплексе Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого Фонтана. Во втором турнире, посвященном Дню юристов, приняли участие полиция, прокуратура, СБУ, адвокаты, пограничники, судьи, журналисты и множество других команд. Во-первых, это здоровье, это все-таки, и кроме того, это интересное занятие. Люди приходят, не просто так они собираются на турниры, команды тренируются, команды пикированы очень хорошо, то есть и одеты, и мячи, то есть люди занимаются конкретным делом, которое является и отдыхом, и как бы частичкой здоровья, которую они получают от занятий футболспортом. Победитель прошлогоднего розыгрыша команды СБУ в этом году дошла до полуфинала. Более того, экс-чемпионам не удалось зацепиться и за бронзовые награды. Захватывающим матч и за третье место с командой военной прокуратуры на последних секундах решающий гол провел Сергей Гомоненко. 3-2. Матч складывался напряженно. Третье место, это, в принципе, хотели первое занять. Мы уже тренируемся, год участвуем в соревнованиях, то есть по прокуратуре чемпионат города будем заявляться, играть. Это неспроста, чуть-чуть не повезло. Для нас третье место, я считаю, это отрицательный результат. А вот в финале пограничники камня на камне не оставили от полицейских. Уверенная победа 6-3. И это при том, что игру из-за травмы пропускал лучший игрок турнира Сергей Вдовиченко. В прошлом году у нас немного не получилось. Мы проиграли адвокатом в полуфинале. Тоже не дошли туда. По пенальти мы проиграли. Заслуженно, можно сказать, потому что в прошлом году они были сильнее. В этом году мы немного потренировались. Думаю, вот есть результат. Слава Богу, без одного поражения только одна ничья. Я благодарю команду нашего руководства, что всех собрали, разрешили поиграть. Ну и, конечно, представителям спасибо, что пригласили нас сюда. Все на нормальном уровне, можно сказать. Благодарим. Именно благодаря таким турнирам представители юридической профессии нашего региона объединяются, уверены в Одесской юрокадемии. В свете предложенных в последнее время Верховной Раде законопроектов, юридическая профессия как никогда нуждается в поддержке и внимании. Вся юридическая общественность, она категорически выступила против того законопроекта, который недавно был внесен в Верховную Раду о юридическом образовании. И народный депутат Сергей Кивалов также выступил с острой критикой предложенной концепции и разрабатывает альтернативный законопроект, который, во-первых, включит все лучшие европейские мировые наработки. Почему? Потому что, имея опыт представления нашего государства в Венецианской комиссии, в парламентской ассамблее Совета Европы, конечно же, он знает, какие лучшие изменения надо вносить в юридические профессии, в юридическое образование и так далее. И сегодняшнее мероприятие, и целый цикл других мероприятий, который был представлен на этой неделе, направлен на то, чтобы подчеркнуть, во-первых, значимость, а во-вторых, массовость юридической профессии. Дмитрий Богомолов, Наталья Довбыш, телеканал «Репортер». Первый всеукраинский турнир по Макатакай-карате, который прошел в спорткомплексе Международного гуманитарного университета на 8-й станции «Фонтан», а также был посвящен Дню юриста. Чтобы провести мастер-класс и лекции для студентов, в Одессу прилетел основатель этого вида спорта, итальянец Пауло Балафио. Если будет правильная траектория, будет намного больше силы. Основатель Макатакай-карате, самый молодой в мире санцей 9-го дана и президент Мировой ассоциации этого вида спорта Пауло Балафио уже второй раз посетил Одессу. Легендарный наставник провел мастер-класс для всех желающих, показал собственную методику подготовки и рассказал о специфике этого уникального вида карате. Макатакай, директор Макатакай-карате, создавал процесс «эффициентный факт», чтобы узнать, если традиция карате descubли в прошлом что-то, даже без его знания, потому что он не имеет нашим знаменитом. Кроме того, Балафио прочитал лекции студентам Международного гуманитарного университета. В этом месяце в спорткомплексе МГУ на 8-й станции Большого Фонтана прошел первый всеукраинский турнир по Макатакай-карате, где проходил отбор на чемпионат Европы в Италии. По словам Пауло, в нашем городе отличные условия для подготовки сильных спортсменов и уникальное сочетание спортивной инфраструктуры на университетской базе. Хотелось бы отметить, что наш университет очень тесно сотрудничает с Федерацией Макатакай-карате. При поддержке народного депутата, президента Международного гуманитарного университета, академика Кивалова Сергея Васильевича, в университете создан центр боевой подготовки, где будущие специалисты в области права, а именно прокуроры, адвокаты, сотрудники правоохранительных органов уже получают элементарные навыки самообороны. Оттачивают их в стенах Международного гуманитарного университета и в будущее их специальностям это очень пригодится. В рамках визита Санцей обсудил перспективу проведения чемпионата Европы в Одессе с народным депутатом Украины и президентом Одесской юрокадемии и Международного гуманитарного университета Сергеем Киваловым. Я думаю, что это хорошее направление. Я уверен, что наши студенты займут определенные места и будут чемпионами мира, чемпионами Европы, потому что уже есть молодежь, которым по 15 лет они уже мастера спорта учатся в нашем экономико-правовом колледже, учатся в Международном гуманитарном университете. Я считаю, что это событие в целом для нас хорошее, что такие известные люди, такие выдающиеся люди, как президент федерации Макатакай, находятся здесь в нашей стране. Я встретил очень мудрый, и я могу видеть глубину, очень мудрый и глубокий человек, и очень интересен о спорте и будущем. Поэтому здесь есть отличный человек. Пауэлло сказал, что он встретился с очень поистине мудрым человеком, чувствуется глубина его, и то, что он очень озабочен и старается вносить вклад в развитие спорта. Это очень важно, так как без поддержки таких людей в нашем обществе, так же как и в Италии, так и в других европейских странах, это просто невозможно. В следующем месяце сразу несколько одесситов отправятся в составе сборной Украины на чемпионат Европы по Макатакай карате в Италию. Для наших спортсменов это будет первый международный турнир по этому виду спорта, но стремление к медалям и создание необходимых для подготовки условий повышают шансы наших каратистов на успех. Ну а на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с репортером. Удачи вам и берегите себя. Спасибо. Спасибо. Спасибо.